В этом видео подробнее рассмотрим новый сэмплер от компании PIONEER, модель DJS 1000. Всем привет, меня зовут Макс и вы на канале DJ Toys. DJS 1000 это новый прибор, который дополнил линейку продакшена от PIONEER. На данный момент в линейке есть синтезатор AS1, который сделан совместно с Dave Smith. Также есть RISE 16, это тоже совместно с Dave Smith. Но тут PIONEER решили сделать свой полноценный девайс и уложить это все в знакомый всем DJM корпус. Для кого нужен данный девайс? Наверное прежде всего он сделан для DJM, потому что он очень прост в управлении. И в этом видео я постарался собрать не только обзор на данный прибор, но еще и расскажу вам о каких-то фишках, так чтобы если вы впервые увидите данный прибор в клубе или где-то еще, вы смогли легко и быстро им воспользоваться и добавить в свой микс каких-то дополнительных эффектов, звуков и так далее. Поэтому поехали! Итак, мы запускаем прибор. Я не буду делать каких-то ускорений и так далее. Вы можете сами наблюдать, с какой скоростью все загружается. Это достаточно быстро, хотя операционная система здесь всего лишь версии 1.03, но тем не менее она достаточно быстрая. Выбираем проект. Здесь есть несколько демо-проектов. Выберем, например, DUBSTEP. Также не буду ускорять. Здесь все загружается быстро. Это основной экран. На нем у нас сэмплы и прочее. Давайте сразу отправимся в настройки и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть мои настройки, как аналог из Rekordbox. Есть настройка именно тач-панели. Какие эффекты вы будете туда назначать. Есть настройка кривых для пэдов. То есть, какой силой вы давите и какая чувствительность у вас будет и так далее. Есть метаном, есть громкость метанома, есть, опять же, кривые. Есть настройка яркости, есть настройка яркости дисплея и пэдов также отдельно. Здесь это все есть. Далее у нас есть технические вещи, а именно там скринсейвер. И настройка, колебровка экрана, если у нас что-то пошло не так. Так, возвращаемся вверх и давайте подробнее рассмотрим именно настройки тач-панели. Тач-панель у нас располагается слева. Как мы видим, здесь огромный список параметров. Список просто неимоверный и мы можем управлять сразу многими параметрами. Причем, это может быть и несколько параметров. Ну, там, pitch это самое банальное, что мы здесь видим. Соответственно, нам дает возможность управлять, ну, просто нереальным количеством всего и вся. Можно менять и громкость, и панораму, LFO speed и так далее. Также можно настроить и диапазон тонов, которые будут меняться при использовании эффектов на сенсорной полосе. Сверху у нас кнопка проект, где мы можем выбрать проект, создать новый, сохранить как, удалить и так далее. Следующей кнопкой у нас является сэмплинг. Здесь у нас основные настройки сэмплов. Мы можем каких-то больших редактирований здесь сделать особо не удастся, но посмотреть на все эти сэмплы можно в одном удобном месте. Далее у нас идут эффекты. Эффектов здесь, соответственно, 8, и подробнее мы послушаем их чуть позже. Основная панель, и здесь есть у нас отдельные вкладки. Секвенции. Здесь мы видим секвенции, и можно посмотреть подробнее все параметры именно дорожки, и именно, по сути, сэмпла. Всех дополнительных параметров, которые накладываются на сэмпл. Здесь можно выбрать тип дорожки. Это может быть сэмпл, оригинальный сигнал, миди, или управление Taurice AS1. Вернемся в сэмпл, и здесь у нас есть несколько настроек. Посмотрим на плейбэк. Внутри у нас есть настройка самого сэмпла. Мы можем менять точку входа или точку выхода. Экран здесь сенсорный, поэтому делается это без проблем. Добавление слайс. Это, собственно, деление сэмплов на куски. Это удобно для работы с записями. Здесь можно выбрать, на какую сетку оно будет расположено, и на какие куски оно будет делиться. Также здесь можно настроить и тональности, которые будут у нас на пэде, и далее мы можем с этими тональностями играться. У нас есть огромный список ладов, которые мы можем использовать, чтобы у нас все звучало в тональность. Далее у нас есть настройка реверса. Мы можем сделать быстрый реверс самого клипа. Настройка сетки. Вернемся назад. Снизу под каждым сэмплом мы можем менять параметры ручками, которые здесь есть. Это также точка входа, точка выхода, питч, старт, луп, режим лупа, и, собственно, какой у него будет триггер. Либо один шот, либо реакция на гейт. Также у нас и меняется значок, когда мы меняем параметры. Идем в настройки LFO, то есть огибающих. Здесь у нас есть такие же параметры. Мы можем ручками менять и выстраивать ту огибающую, которую нам надо. Но они здесь достаточно условные, потому что здесь можно в настройках выбрать именно тип огибающей, линейную, кривую и так далее. И на самом графике, к сожалению, сейчас не отображается, что это кривая, а не прямая. Но я думаю, что это поправит и будет все понятно. Также здесь есть и настройка кривой для релиз. Далее в цепочке у нас идут эффекты. Эффектов у нас здесь много. Это хорус, фленджер, эквалайзер. Например, в эквалайзере у нас стандартные параметры. И мы можем, ну, в общем-то, поменять и подправить звук как надо. Есть также фильтр, дилей и так далее. После микшера у нас идет LFO. Вот здесь мы можем выбрать, какая у нас будет волна синусоида, кривая и так далее. Также мы можем настроить, каким параметром оно будет управлять в синтезаторе. То есть есть куча параметров. Здесь список огромный. Можно и эффектами управлять и так далее. Я думаю, что самый большой ценитель найдет все это для себя и сможет выстроить ту цепочку, которую он хочет. Также есть кнопка bypass, то есть можно пропустить эффект, либо, соответственно, выбрать другой. Сэмпл можно назначить из удобного списка. Если вы хотите быстро его поменять, можно воспользоваться поиском. Здесь клавиатура QWERTY и поиск осуществляется достаточно быстро. Есть режим удобный для записи сэмпла. Здесь у нас есть все необходимое. Это запись, софт-лимитер, можно сразу редактировать сэмпл и так далее. Как вы знаете, у нас есть вход. И, в общем-то, записывать партии вы можете без проблем. Возвращаемся в основное меню и посмотрим, что у нас есть дальше. Слева у нас также есть пункт track settings, который очень напоминает и основное меню, но здесь можно сэмплы менять местами для удобства. Сделано это весьма удобно и достаточно классно. Также снизу можно менять и значки, которые, собственно, будут у нас показываться, и цвета. Причем, кстати, с цветами есть некоторая фишка, которую я покажу в эффектах. Идем далее, переходим в микшер. Здесь есть цвета и прочие. Мы снизу ручками можем менять громкость, pitch, velocity, pan и мастер громкости. По умолчанию громкость стоит не на максимум. Это некая защита от дурака. Здесь она стоит на 100, хотя можно выкрутить до 128. Заходим в настройки сцены. Слева у нас располагаются сцены. По сути, это на самом деле треки. А справа у нас находятся паттерны. Зайдем в секвенции. Здесь, если остаться в этом режиме, можно менять, собственно, копировать и перемещать секвенции. Это удобно, если вы написали какую-то партию, хотите ее размножить. Это делается здесь без особых проблем. Идем далее. И следующим, собственно, пунктом у нас идет трек. Это и есть выбор треков. То есть, можно запрограммировать и, собственно, размножить треки. Трек это, собственно, по сути, паттерны. И, в общем-то, это определенные части трека. То есть, если сцены это у нас треки, то паттерны это у нас, собственно, части трека. Переходим в настройки синхронизации. Здесь у нас есть выбор, откуда мы будем синхронизироваться в нашей системе. Либо из Pro DJ Link, либо MIDI. А также есть выбор MIDI, либо по проводу, либо по USB, либо по оригинальному сигналу. Интересной особенностью, которая была открыта мною на стриме, который я проводил и который также доступен на канале. Там много информации о данном приборе. Но здесь она все-таки более сжата в этом видео. Особенностью является то, что прибор можно подключить с Ableton Live Link. А Ableton Live Link, в свою очередь, дружит с огромным количеством приложений на iPad или на планшет в целом. Может дружить с Serato. И фактически сетапа Pioneer DJ теперь можно полноценно синхронизировать с Ableton Live и со всеми вытекающими отсюда подробностями. Как то. Можно синхронизировать и видеоконтент, потому что для этого есть специальные программы, которые могут из Ableton вытаскивать всю информацию. Так и, собственно, приложения. И, например, вы можете наоборот, если вы играли, например, с Ableton Live, подцеплять сетап Pioneer и добавлять какие-то эффекты абсолютно в такт. Это очень классно. И я надеюсь, что скоро Pioneer DJ также сделает поддержку Ableton Live Link и для программы Rekordbox, чтобы все обладатели контроллеров также могли как-то синхронизировать свой контент. Тем не менее, данная функция позволяет сильно расширить функционал, если использовать это с умом. Quantize. Здесь можно настроить квантизацию, когда будут включаться ваши сэмплы под внешние источники. BPM. Здесь можно наиграть или установить тот BPM, который вам нужен. Также можно настроить Swing. С ним, кстати, все партии начинают звучать достаточно интересно. Swing – это сдвиг. Идем в настройки эффектов. Тут у нас есть как раз выбор из 8 эффектов. И самое интересное то, что здесь можно управлять именно цветами партий. То есть по цвету можно назначить определенный эффект на те или иные приборы. Либо можно назначить именно по инструменту. Также можно, как вы видите, отключать, переключать. Так что организация проекта – это достаточно важный момент. И, собственно, эффекты можно группировать на определенные части. И это классно. Итак, видео получается достаточно длинным. Поэтому я решил разбить его на две части. В этой части я рассказал о меню и прочем. А в следующей части я расскажу о внешних органах управления. Как ими пользоваться. Что за что отвечает. А также покажу примеры, собственно, как наигрывать партии. И как эти партии. Ну, а если вам понравилось это видео, поддержите лайком. Также подписывайтесь на канал DJ Toys. Меня зовут Макс. Всем удачи!